Продолжение следует... 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 Сказали, к нам выехал, но сейчас еще подождем Здесь откроем и со второго вопроса начнем Лариса Викторовна, вообще-то вот этот первый вопрос, он самый актуальный, то есть егошний, потом как бы продолжение, чтобы у нас как бы все по порядку Подождем минут 5-10, нет или не опасно? Ну все, 2 минуты лишние, потому что, что его ждать? А без него мы все равно ничего не решим Нет, но он приедет и пусть будет решать это заново и все это Нам нужен он сначала, потом дальше продолжится Со второго подпункта можно начать, как депутаты, мы ждем 5 минут Те, кто только подключился, мы находимся на внеочередной сессии депутатов Шабалинского района Мы здесь и начали вообще со второго вопроса от Туркластера Проголосуем Проголосуем, начнем Со второго вопроса начнем Уважаемые депутаты, из 20 депутатов на 26-й внеочередной сессии представительного органа местного управления 4-го соц. муниципального образования Шабалинского района Объявляется открытым, мы правомочные начать работу Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дмитрий Александрович Борисович Сарбашин Депутат Госсобрания Депутат Госсобрания Сергей Александрович Мазалов Прокурор Шиболинского района Александр Вадимович Ревягин Заместители главы администрации Начальники отделов Главы сельских поселений Приглашенные четырех сельских поселений А также у нас сегодня присутствуют гости Представители общественного объединения Сохрани Молдаль Прежде чем начать работу Уважаемые коллеги, продолжаю Предлагаю избрать секретаря В составе двух депутатов Это Сингина Марина Александровна И Задошева Оржана Петровича Также регламентную группу В составе двух депутатов Кончина Евгения Николаевича И Лазарева Эдуарда Геннадьевича Еще одна комиссия В составе трех депутатов Это Казаха Виктора Сергеевича Карасева Андрея Александровича И Харубов И Елены Николаевны Кто за данное предложение Прошу голосовать Против, воздержавшись, приняты единогласно Теперь, уважаемые коллеги Переходим к повестке В нашей внеочередной сессии Повестка имеется Внеочередная сессия у нас Собрана, созвана В связи С инициативой Части депутатов У нас попросили Созвать неочередную сессию Вот Поэтому Повестка у вас всех имеется Повестку Составляли совместно Кто за то Чтобы Проголосовать За повестку Приняты За основу взять И в целом Кто за основу Вариша Викторовна Наполнение можно Пожалуйста Ее взять как за основу Но возможно будет Какое-то еще В процессе обсуждения Может какое-то Нужно будет сделать Наполнительный вопрос Взять как за основу Мое предложение Хорошо Мы за основу В целом Голосуем И за предложение Евгений Николаевич Как Прошу голосовать За основу И в целом И Предложение Евгений Николаевич Предложение Евгений Николаевич Еще Чтобы по ходу Вопрос Как вы За данное предложение Голосуем Да По ходу По ходу По ходу По ходу Ясно Боем За словом Голосовать Но мы Основные У нас два вопроса Здесь Ну в связи с тем Что у нас Егор Николаевич Отсутствует Начинаем сразу Осмотрение Второго вопроса По мастер плану Уважаемые коллеги Уважаемые Как присутствующие Переходим По осмотрению Вопроса Вначале Я хотел бы От себя лично И депутатов Кто поддерживал Значит Выразить Признаственность И Благодарность Общественникам Которые Подняли Данную Тему На сегодняшний день Так получилось Что они Оказались На переднем крае Именно Девушки Молодые Вот Мы понимаем Что этот вопрос Очень серьезный Насущный И поэтому Выражаем Вот я лично Выражаю Искреннюю признательность Теперь Дело За законодателями То бишь за нами Депутаты Как мы Отработаем И какие законы Мы Принимем И что мы Инициировать будем Вот Хотелось бы В начале Извития Отвлекусь Высказать Слова Благодарности Вот И Признательности Общественникам Итак Переходим К рассмотрению Вопроса Что мы имеем на данный момент Значит Когда Эта тема Поднималась Значит Поднялась Мы узнали Что наш Шиболинский район Нигде То есть идет Обсуждение Территория Шиболинского района Входит Туритические Кластеры Но нас Как шиболинцев Исключили из обсуждения Мы не участвовали В обсуждении Мы На комиссии сельского хозяйства Отработали Значит И Направили Чтобы нам В министерство Природных ресурсов И В ЗАГС собрание Письма Значит Чтобы Нам разъяснили Почему нас Ну С нами не хотят Обсуждать Так скажем Тему Данную тему Вот И Значит Ну На основании Вот у вас единственный документ Есть два документа От министра Поварова И она да Подтверждает Что Я все засчитывать не буду Только что касается Шиболинского района Что земли Шиболинского Шиболинский район Входят земли А вот в соответствии С вашим запросом 27 Да Сообщаем следующее Турористическое Репризационное Кластер Каракольские озера Создан Распоряжением Правительства 14 августа 2018 года Номер 437 В соответствии с Порядком создания Турориатарных Кластеров Республики Алтай Постановлением Правительства Республики Алтай 11 июля 2018 года Номер 323 ТРК Каракольские озера В него входит Майминский район Чимарский район Шиболинский район Расшифровали Шиболинского Апичинского Корректор и вот на основании этого письма мы видим что значит наши земли конкретно вот те поселения они входят очень сильно были заинтересованы чтобы с нами встретились министерство природных ресурсов дважды направляли письмо а то письмо направили еще раз продублировали но ответа мы не получили и мы на сегодняшний день мы пользуемся той информацией которые мы имеем то есть по сути с нами как жителями да не захотели разговаривать я сейчас зачитаю постановление правительства республики алтай от 2018 года номер 223 об утверждении порядка создания территориальных кластеров республики алтай утверждает что инициаторами создания трк являются исполнительные органы государственной власти республики алтай и органы местного самоуправления пункт 5 по результатам презентации и мастер-плана создания трк 6 муниципалов стало известно что органы местного самоуправления не являются инициальным создания трк не состоялись вот как я уже говорил и презентации в шиболинском районе вот то есть это о чем говорит что нас как пункт 5 и обращу внимание на него да как органы участвуют в этом местного соуправления но ни один из органов местного соуправления не участвовал в этом то есть за нас получается решили и получается без нашего согласия нас женили да вот считаю необходимым довести собственно собственникам земель категории сельскохозяйственного значения кфх которая находится попали в пластырах аэр до саран да вот иные через земель на земель на участке включены в границе дрк заявить главе республики алтай караходин олегу леонидович о выводе их земель на участке из предлагаемого трк виду того что согласно закона российской федерации статья 7 состав земель российской федерации определившего виды разрешенных разрешенного использования земельных участков сельскохозяйственного назначения приказа росреестра от 10 11 20 года номер п дропе 04 12 об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков зарегистрировано в минюстке россии от 15 12 до 19 года за номером 61 482 федерального закона номер 101 об обороте земель сельскохозяйственного назначения предлагаемая туристическая деятельность не соответствует целевому назначению всех сельскохозяйственных земель как разрешенный бит деятельности вот хотелось бы вот такую информацию довести до всех сельхозорганизаций организованных по организованной собственностью и кпк вот так же мы считаем необходимым министру повару исполняя свои должностные обязанности контроль за соблюдением природных задач ее ведомства исключить земли лесного фонда включенных прилаганной трк ввиду того что статья 21 лесного фонд российской федерации строительство реконструкции эксплуатации объектов не связанных с созданием лесной инфраструктуры запрещает строительство туристических объектов капитального строения и их вот что мы имеем на сегодняшний день вот значит я как бы себя хочу сказать по образованию я лесник и работал определенное количество лет в этой отрасли и вот хотелось бы значит зачитать само определение что такое лес лес это совокупность древесной кустарниковой травянистой растительности животных и микроорганизмов биологических взаимодействующих друг с другом не влияющие друг на друга в своем развитии и как видите в этом определении лес нет туристических классных вот что подразумевает под собой слово лес да вот хотелось бы донести вот это определение лес я еще учился советское время нас хорошо учили значит министру природных ресурсов поваровой вот идем далее вот хочу отметить просто то есть довести информацию для тех кто не знает на сегодняшний день вот наша наш совет депутатов шиболинского района и узканский совет депутата официально на сессии мы проголосовали и документ есть против строительства дороги каракольские озера это было сентябрь месяц 20 года правда удалось нам со второй попытки но мы все таки этот еще раз вопрос обсудили тогда помнится зашел нам родион борисович инициатор этого закона как раз он с рабочей поездкой у нас шиболиновой маки да и как-то вот его присутствие с первой попытки при его присутствии с первой попытки у нас не получилось да но когда действительно коллеги вникли в данный вопрос и мы на сессии приняли такое решение и хочу отметить единогласно все поддержали и высказали свое мнение что мы против строительства дороги на каракольские озера где мы говорили нам нужно нам не нужна дорога вне никуда да давайте строить дороги которые будут развивать нас где мы живем посмотрите сегодняшний день какая дорога выглядит черга значит барагаш бешазек узкан кокса вот давайте строить ее давайте развивать инфраструктуру вот она будет значит и будем создавать и развивать туристический бизнес малый бизнес чтоб население зарабатывало деньги и будут все плюсы от строительства данной дороги также хочу довести до сведений да вот чтобы мы понимали вот о чем сегодня может кто-то не знает но вот на данную на данный туристический кластер вот комитетом по туризму выделено но если около 50 50 миллионов если точно быть по-моему 51 миллионов за работу которая должным образом не выполнена вы представляете какие деньги то есть вот у нас есть комитет по туризму как через который это прошло да возглавляет тимошинский да мы то есть нашего бюджета республики да заплатили 51 миллион за эту работу мы за нее заплатили нашего мнения никто не спросил вот сегодня в баркашин мы не можем найти два миллиона садик 2 миллиона на пир данный день а здесь такие деньги угоняет который признан аварийный вот что возмущает и напрягает вот сильно вот в этом плане и компетентные люди говорят что данную работу ее можно было выполнить десятки раз меньше также данный комитет инициировал капитальное строительство в лесном фонде я не знаю чем они основывались и как такую инициативу все-таки поддержали и направили в москву дальше да на утверждение но это ну совсем противоречит всем нормам нельзя в лесном фонде где четко было прописано капитальное строительство запрещено вообще в лесном фонде да как я имею понятие об этом да у нас была тысяча метров водохранная зона сегодня сократили до минимума 200 метров поставили и даже на этих 200 метров что мы видим на берегу котуни вот мы видим трехметровые заборы и я как простой житель да вот который родился я родился на территории каракольского совхоза где сейчас чемнальский район тогда это был шибалит шибалинский район кто не знает или забыл общий район был шибалинский вот и на сегодняшний день нельзя подойти к берегу нормально человеку все по трехметровым забором так давайте сперва наведем порядок уже на имеющих туристических базах а потом будем что-то дальше вот инициировать и также мы выступаем ну вот как бы на комиссии почем выйти с инициативой значит рассмотреть о переводе земель сельскохозяйственного назначения в регионе это очень серьезный вопрос потому что у нас традиционные сложившиеся сельское хозяйство в республике а не туризм под что нас хотят подвести да сельское хозяйство и туризм он должен развиваться не в ущерб сельскому хозяйству а в подмогу может быть мы делаем на агротуризм ставку да что пусть я не мог развивать свою продукцию там где-то баранчиков продать что-то подороже да вот в этом плане наверно надо пересмотреть позицию нашему руководству вы знаете я сейчас вот от нормы закона хочу просто перейти ну скажем моральную сторону этого вопроса затронуть вот понимаете сегодня к нам пришел я считаю капитализм со звериным оскалом да и зелеными глазами почему зелеными потому что видны только зеленые бумажки да доллары называются заработать 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 и мы забыли уже что человек и природа это ну взаимосвязь мы потеряли взаимосвязь вот я сейчас хочу рассказать про каракольские озера я не зря сказал что я там родился и вырос и мне два сезона удалось побывать там и действительно это очень природа богатая своеобразная и ты получаешь заряд вот два сезона то есть девственная вот это было в техникуме когда учился девственная природа красивые девушки конечно да не ошибся природа девственная девушки красивые вот и вот хотелось бы чтоб вот эта природа вот оставалась девственной и сегодня что мы видим сегодня там до самых каракольских озер вырубили кедрачи вот и действительно мы наверное потеряли вот эту забили не потеряли не до конца все таки потеряли судя вот действительно что у нас мы сегодня проснулись и начали двигаться в правильную сторону хочется вспомнить нашего земляка Василия Макарыча Шубшина да всему знаем его наша гордость земляк наш когда действительно он гладил да в своем фильме знаменитом березки и разговаривал с ними вот это действительно проявлялась взаимосвязь человека природы и сегодня мы выступаем против я уже не был на каракольских озерах более четверти века но я надеюсь туда попаду когда-нибудь да и мне не будет стыдно подойти к тем вековым кедрам и сказать я сделал все что мог но вот как бы так сейчас я хочу зачитать решение депутатов а какие ответы пожалуйста вообще вопросы мы хотели бы все задавать министерству природных ресурсов которые затеяли и членам правительства вот кому нужно задавать сегодняшние вопросы я то есть рассказал и озвучил те проблемы с которыми мы столкнулись и что нам пытаются навязать под эгидой туристических пластеров вот очень хорошую работу вот я смотрю всегда слушаю да зинаида тамышева именно проводит разъяснительную да и не дай бог нас подведут той самой пресловутой экономической зоны все ребята вот сегодня действительно я хочу повторить слова нашего коллеги щемальского района корнеева сегодня настал момент истины то есть мы должны уже законодатели сказать свое слово вот общественники уже сказали я уже говорил спасибо действительно на переднем краю оказались девушки да женщины вот теперь слово законодательница законодателями всех уровней власти начиная сельских поселений муниципальных и заканчивая законодательным собранием Курултай в республике Алтай сегодня они должны свое слово сказать а представьте если сегодня зашли три таких монстра акулы бизнеса Сбербанк российские российские железные дороги НФК вот забывай его название Система Система НФК НФК Система вот которые значит за которыми мы хотим выкачивать деньги с нашего региона не спрашивая нашего согласия а вы представьте если проведут железную дорогу через весь горный Алтай что с нами будет и сюда линится весь китайский турист давайте посмотрим что творится на Дальнем Востоке Байкал так что нам проснуться надо от спячки от безразличия изучать законы и требовать от власти законодательно на законодательном уровне требовать то есть включаться в данную работу чтоб нас слышали нас услышали хорошо но вопрос очень емкий поэтому я думаю никто из моих коллег меня не осудит если я чуть-чуть подольше поговорю даете мне такую возможность спасибо я наверно зачитаю решение теперь уважаемые коллеги вы читаете спасибо заслушав информацию председателя постоянной комиссии по сельскому хозяйству экологии природопользования совет депутатов муниципального образования Шиболинский район конечно Евгений Николаевич о результатах заседания от постоянной комиссии 18 мая 2021 года по вопросу создания туристической реакционных пластеров Каракольские озера в границах муниципального образования Шиболинский район далее ТРК совет Шиболинского района решил первое направить обращение главе республики Алтай председателю правительству Олегу Ильиничу Харакольдину в требовании о вывозе территории сельских поселений Шиболинское Дегтиерское Чердинское Актельское Камладское из территории ТРК Каракольские озера далее об отмене распоряжение правительства Республики Алтай 14 августа 2008 года номер 437 Р.О. создание ТРК Каракольские озера ввиду того, что сельские поселения Шиболинское, Дегтиерское, Чердинское, Актельское, Камладское не проявляли инициативу, не принимали никакого участия и не давали своего согласия на создание туристического кластера Каракольские озера далее об упразднении ТРК Каракольские озера второе потребовать от федерального государственного бюджетного научного учреждения федерального научного центра агробиотехнологии но много реорганизаций прошло мы привыкли что она называется АЭХ мы поняли о ком мы говорим да? выводы из земель включенных в границы ТРК Каракольские озера так как согласно земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года номер 136 ФЗ редакции от 30.04.2021 года определившего гида разрешенного использования земельных участков сельскохозяйственного назначения приказа Росреестр от 10.11.2020 года номер П дробь 0.4.12 об утверждении классификатора вида разрешенного использования земельных участков зарегистрировано в Министерстве России от 15.12.2020 года номером 61.482 федерального закона от 24.07.2002 года номер 101 об обороте сельскохозяйственного назначения предлагаемая туристическая деятельность не соответствует целевому назначению сельскохозяйственных земель, а также научно-исследовательским и разработкам в области естественных технологических наук и прочее, как разрешенный вид деятельности данного унитарного предприятия. у нас вопрос стоял вторым, но так как есть будем задавать министру природных ресурсов и правительство Республики Алтай. все спасибо а мы обсуждать свое несогласие с решением комитета пользования и с тем, что они вышли с инициативы капитально-строительства и господин мне кажется вот эти пункты надо включить уважаемые коллеги вот да, мы сейчас вначале как вы говорили вот теперь давайте мы решим мы будем за него голосовать отдельно или просто сразу в решение внесем я считаю вот это недопустимо хоть они инициировали уже закон прошел отправили но мы вправе высказать свое несогласие с данным решением чтобы они да что такая инициатива была проведена в комитете то есть мы выражаем свое несогласие что комитет по туризму вышел с данным решением уважаемые коллеги вот есть два предложения то есть есть предложение включить в общее решение и проголосовать это в комплексе ну и еще один момент когда к нам приезжала сына Руня Николаевна она озвучивала что на территории червенского сельского поселения скорее всего это земли бывшего а не планируется строительство солнечной электростанции я думаю мы тоже должны выразить свое отношение потому что это было озвучено официально на комиссии совета депутатов и озвучила у нас начальник отдела туризма Минприроды в этом я думаю мы выражаем свое отношение вы поймете мы против всего этого понимаете мы можем включать можем не включать пусть решают депутаты мы можем по отдельности проголосовать мы можем все списком проголосовать вот эти предложения вы тоже включайте с работу пожалуйста еще по полочкам первое у нас идет мы выражаем свое несогласие с капитальным строительством в лесном фонде второе ваше предложение второе было предложение в целях сохранения сельскохозяйственного земельного фонда обратиться в госсобрание с инициативой законодательно закрепить запрет перевода земель сельскохозяйственного назначения земли рекреации в республике алтай ну вот здесь есть предложение может мы отработаем на комиссии по сельскому хозяйству там надо вот эти законы под пункт изучить и вот общим уже вынесем на ближайшую сельсию мы сначала на комиссиях рассмотрим вот это вот именно по этому по сельскохозяйственному там очень сложно все там надо изучать то есть вы хотите с инициативой уже выйти да нормативно правовую базу сперва изучим а по поводу запрета капитального строительства мы просим сейчас внести в данное решение да то есть добавить в данное решение я предлагаю чтобы мы выходим вот как бы со своим предложением а и круто пусть иницилирует пусть разрабатывает ну это же можно мы просто письмом обсудим а зачем мы на себя будем брать такие обязанности пусть комитет по сельскому хозяйству занимает этим вопросом да 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 изучить данные вопросы можно дать с вами решение мы уже отработали мы уже обсудили мы основу обсудили но сейчас могут возникли какие-то дополнения изменения это либо тогда отдельное решение но либо в это решение включительно вопрос звучит о развитии туристических кластеров поэтому может быть это немножко чуть-чуть другое это экономики уже больше туризма Лариса Викторовна есть предложение тогда письмом направить это в комитет по сельскому хозяйству через наших депутатов которые с нашего шиболинского округа подключить к этому разу профильные комитеты можем отправить в принципе так от совета депутатов правильно составить и отправить я вообще думала что мы отправим единое решение все наши предложения включим составим единое решение и отправим хора к ордену верху рулта еще мин природы зачем мы будем дробить сначала это отправим затем второй затем на комитете мы там что-то разработаем еще отправим зачем это надо когда можно было это все отработать и единым документом отправить у меня было такое предложение уважаемые коллеги мы вчера с вами у нас скорая такая сессия у нас мы отрабатывали с вами все предложения и что вносилось в решение но просто о солнечной батарее еще вообще речи не шло просто она у нас походу рождается так что же не может быть ну давайте это отдельно отработаем давайте за решение включим включим в данное решение то что я зачитал обязательно включим что мы выступаем против строительства капитального строительства в лесном фоне чтоб нас услышали давайте его включим хорошо хорошо у нас протоколируется я еще хочу слово предоставить Сергей Александровичу депутат депутат наше госсобрание все равно как бы поближе там к республиканской власти послушаем его вот сейчас отвечу сразу на вопрос который у вас возникает по поводу капитального строительства в лесном фонде эта законодательная инициатива была была рассмотрена на комитете по предпринимательству туризму спорту ее приняли но эта инициатива еще не была рассмотрена на сессии госсобрания инициатива мы будем голосовать либо за эту инициативу либо против после того как если наберется 21 и более голосов на сессии госсобрания эта инициатива пойдет в Москву если не наберется то она остается у нас нереализованной поэтому такая ситуация конечно вы можете включить но голосовать будем чуть позже возможно в июне месяце сессии у нас через две недели это первое вопрос вопрос от Аймоши Сергеевны по дополнительному оборудованию скотоводству что это значит это значит о том чтобы фермеры республики Алтай могли брать земельные участки в аренду для того чтобы пасти свой сход в ближайшее время завтра скорее всего или послезавтра как Рустам Николаевич Балдаваков председатель комитета летит в Москву он встречается с председателем с первым заместителем министра российской федерации по сельскому хозяйству этот вопрос он будет поднимать там будет несколько вопросов один из вопросов это земли алтайского экспериментального хозяйства то есть они там перешли на российский уровень и он также будет его задавать а передачи земель такая ситуация там складывается вопросы еще будут ну по Саранову то что нас интересует это два вопроса главное далее по поводу это уже будет дальше вопрос следующий конечно но сразу отвечу вышел это по поводу алтайского экспериментального хозяйства алтайского сельского а неважно вы все равно знаете сегодня глава республики Алтая попросил мне передать я с ним связывался несколько раз в течении нескольких дней с главой республики Алтайского и мы решали вопрос по поводу последнего как бы инцидента заявлениями как называется с уведомлениями да и глава республики Алтай пообещал что сегодня он будет встречаться с министром науки и посвящение российской федерации будет поднимать очередной раз и в том числе об этих уведомлениях ну по поводу каракольских озер и по поводу кластеров на самом деле я присутствовал на этом комитете хотя я не являюсь ее членом права голоса я там не имею когда рассматривали этот вопрос не хватило вопросов для того чтобы проголосовать против этого кластера но в итоге за и он пошел в работу но на самом деле многие депутаты спрашивали о том где сам документ сам нам представили несколько рисков все их видели там картинок которые были сделаны а самого документа так никто и не видел и до сих пор его нет я уверен что и у главы района его здесь нет и был крутой документ который на полторы тысячи страниц и больше и какая там концепция в итоге непонятно мне это непонятно и вообще и я тоже считаю о том что необходимо было как и мой коллега член партии дела Евгений Николаевич раньше о том что нужно обсуждать все с народом нужно начинать сезон надо было полностью проработать в течение полугода минимум начиная со всех сельских поселений общаться с людьми даже их предложения и основные как бы пользователи этой услуги туристические наше население ну как минимум 70 процентов потому что у нас все таки не все занимаются сельским хозяйством а максимум 20 процентов просто у них нет земли они работают где-то в администрации кто-то безработный кто-то многие уезжают в другие регионы и туризм он все таки нужен мое мнение но кластерная такая политика она нам предна и нужно прислушаться мнению народа мнению людей и заниматься должны туризмом может быть мы это будем делать долго потому что у нас не так продвинута но все таки будем заниматься и деньги будут у нас оставаться в москве если есть вопросы задавайте у меня вопрос есть хорошо мы все знаем что 10 самых депрессивных отсталых регионов получили по 5 миллиардов то есть вошли в программу и каждый год они будут получать миллиарды первый транш мы получили в 2020 году куда уж ушли эти деньги 1 миллиард рублей часть денег ушло основная часть тот год ушли на ковид по этому году я примерно могу сказать по-прошлому основные деньги ушли на ковид небольшая часть ушла на проект на смех совсем маленькая но если честно больше чем Борисович по этому поводу но если хотите могу подготовиться и сказать точно куда ушли ушел миллиард у меня у меня часть денег ушло на субсидии по то пусть по пульсу небольшая сумма сейчас с этим денег каждый год будет уделяться средства в этом году 50 миллионов рублей плюс население хозяйства в этом году большая сумма больше трехсот но сейчас в Москве ее перерабатывают дорабатывают и я до сих пор не знаю точно суммы какие куда в лиду должно было уйти 100 миллионов на развитие промышленности но пока этих денег мы не видим сократили эту сумму перенесли на сельское хозяйство я точно знаю а вы обсуждали на сети принимали этот бюджет программа сейчас в Москве мы же в первый раз приняли общую сумму то есть миллиард приняли там было сельское хозяйство туризм проект ПСД разработка ПСД на следующий год в этом году было 20 миллионов ну понятно вы тогда подготовите нам куда ушли эти деньги потому что была информация что основная основная масса этих денег ушли на Каракольские озера на дорогу вернее я вас понял а в этой подготовленной информации на все эти годы вас успешно спасибо еще вопросы Сергей Александрович нет вопросов спасибо так уважаемые коллеги решение у вас имеется о запрете о запрете строительства разручиваю мы депутаты муниципального образования шибаринские районы против выступаем против разрешения капитального строительства в лесном фоне акцентируем на это и данное решение направляем в государственное собрание депутаты Мы так и не решили, Лариса Викторовна, по землям, мы так и не решили. Или мы на комиссию ее оставляем, или мы включаем дополнительный пункт проект решения. Да в принципе, Лариса Викторовна, но договородатели в госсобрании отрабатывать должны. Да, пусть они отрабатывают. Мы включим с инициативу проявить, они больше отрабатывают. По переводу именно сельскохозяйственного в рекреационный. Мы направляем это все? Да. И когда там госсобрания? У них там есть все. Мы еще дополнительно за эту поправку. Прошу голосовать. Спасибо. И теперь переходим к основному голосованию. Кто за данное решение, которое озвучил Евгений Николаевич? Прошу голосовать. Против, раздержавшийся единогласный? Единогласный. Спасибо. Переходим к основному. И следующему вопросу. Первый вопрос. Игорь Николаевич, вы у нас приехали. Да. Информации по изъятию из Мирсельхозназначения, находившись в аренде Украины. Докладывает Игорь Николаевич Лепехов, начальник отдела филиала. Подробную конца, опытная станция АЭСХА. Пожалуйста, Игорь Николаевич. Добрый день, уважаемый президент, добрый день, уважаемые депутаты. В первую очередь, хотелось бы поправить. Здесь не идет вопрос об изъятии. Здесь идет вопрос об выстраивании отношений и перевод их в какое-то правовое поле. То, что на сегодняшний день складывается, такая ситуация. Порядка 357 гектаров у нас ежегодно арендуют личные пособственные хозяйства. Для собственного сенокошения здесь ситуация абсолютно никак не меняется. По сравнению с прошлым годом, на сегодняшний день из 100 пользователей, которые были в 2020 году, подано уже на наши предприятия 49 заявлений. То, что касается тех претензий, которые разослали где-то крестьянское фермерское хозяйство, где-то это просто личные пособственные хозяйства. Данные индивидуальные предприниматели, личные пособственные хозяйства занимают объекты животноводства, принадлежащие федеральному бюджетному учреждению. Здесь хотелось бы какое-то общее понимание. В первую очередь для нас, как пользователей, потому что мы не являемся собственными, это все-таки федеральное имущество, а не какое-то частное или личное. И понятно, что и все-таки понимание, какое-то непосредственно для наших сельбостоваропроизводителей. То, что месяц обозначен, но в течение этого месяца как раз и будет облигаться. На каком основании было ранее представлено, на основании каких документов, потому что на сегодняшнем день у нас в поддержке практически и негативных документов нет. Вкратце все. Сколько человек получили или получат уведомления? Девять. Девять человек. Еще один вопрос. У вас есть острая необходимость в этих землях, которые арендуют вот эти граждане? Поймите, дело не в острой необходимости. Я вас поняла, вы ответьте на вопрос. Дело в порядке. Это не моя частная личная собственность, это федеральная собственность. Нет, вы скажите, вы как директор хозяйства, скажите, есть острая необходимость сегодня у хозяйства изымать эти земли у граждан, которые арендуются? Есть острая необходимость разобраться, на каком основании это все было предоставлено. То есть необходимость где-то просто разобраться, да? Разобраться, конечно. Понятно. Вот вы говорите, что надо разобраться, да? Я поняла, что вы там инвентаризацию проводите, как положено, все понятно. Но вот эти уведомления, которые заканчиваются правоохранительными органами, которые займутся вами, оно как бы не наталкивает на мысль, что вы хотите разобраться в ситуации, наладить какие-то взаимоотношения с людьми. Это, мне кажется, здесь уже совсем другой подход. Вы уже сегодня по-другому говорите. На сегодняшний день складывается такая ситуация. 26 октября, значит, хозяйство прошло реорганизацию окончательно, да? Вступило, скажем так, в ФАНС и стало структурным подразделением банка. Начиная с 26 октября, ягузеков только приходили, поспрашивали и ушли. Остальные 8 никого не было, никому не интересно стало. Выгодная же позиция, правильно сидеть, потихоньку сидим там. Не будут трогать, но мы еще будем сидеть. Будут трогать, ну тогда там может быть что-то будет поднимать вопрос. Поэтому здесь пришлось инициировать это вынужденное, необходимое. Потому что нам-то тоже надо разбираться. То, что касается дальнейшего перспективного пользования, но все будет зависеть, как в этом году карматы готовят. В принципе, надежда есть определенная. Поэтому есть планы по увеличению поголовья, как и то, что касается мясного скота. Есть планы по развитию табунового коневодства. На сегодняшний день уже 25 кобылок, новоалтайской породной завезено. Есть планы по увеличению производства молока, потому что на сегодняшний день у нас сыр завод, если в загруженных процентах на 50%. Ну все это понятно. Нас вот волнует, знаете, еще какой вопрос. Вы ждали, когда не посеет. Вот такое ощущение, что вы ждали. Вы же не вчера пришли на работу? Вы сколько времени работаете? С октября. С октября месяца. Уведомления вы вручили позавчера. То есть, когда люди уже отсеялись. Никто же им не дает. Это нормально? Поймите тоже. То, что касается участка Игузекова, он там спорный тоже. Понятно, что мы не будем косить этот урожай, мы все-таки дадим в любом случае людям его убрать. Потому что я прекрасно понимаю, что люди вложились, потратили на ГСМ, на семена. Но тем не менее, какие-то основания пользоваться должны быть у людей. Все правильно. Вы говорите, что дадите возможность. А юридического основания у них не будет. Потому что через 30 дней они должны освободить. Это там уже другой. Нет, но вы говорите одно, а когда они придут, как в Велинке, у нас не получится? Мы должны были среагировать. Люди пришли, спросили. Нет, в любом случае, если не я реагирую, тогда соответствующие органы реагируют. У них тоже возникнет вопрос. А ты для чего тогда здесь сидишь? Чтобы пользоваться федеральным имуществом или раздавать его как личное? Ко мне-то тоже будут вопросы. Правильно? Ну выстраивать надо отношения. Выстраивать отношения надо в рамках правового поля. А не так, чтобы пришли, по рукам ударили и разошлись. Это же тоже неправильно. Лариса Викторовна. Давайте, пожалуйста. Егор Николаевич, у меня ряд вопросов к вам. Вы человек новый, пришли в хозяйство и давно руководить, да? И у меня сразу ряд вопросов. Я их сразу озвучу, чтобы несколько раз не вставать. Первый вопрос. Ваше хозяйство давало согласие на создание туристических кластеров на территории хозяйства? Какое-то письменное, что-то с кем-то заключались, какие-то договора? У меня нет такой информации. Нет информации. Вы можете уточнить и нам сообщить в Совет депутатов? Это такой немаловажный фактор. Идём далее. Вот на сегодняшний день вы официально хоть и не озвучили цену на договора аренды, но по прошлому году она составляла 500 рублей. И договора не аренды, как мы, как администрация муниципального образования, предоставляют договор аренды земли. У вас такого права нету, потому что она действительно на сегодняшний день находится в подвешенном состоянии. А вы заключаете договор одного гектара продажи травы. И вы, ваше хозяйство, в смысле, выставляет цену сельхозпроизводителям, нашим жителям нашего района по цене 500 рублей за гектар. Хотя цена аренды одного гектара в муниципальном образовании, Шиполинский район, одного гектара земли, средняя колеблется от 70 до 80 рублей. И вы на сегодняшний день, официально, я уже говорил, официально у вас данной цены нету, но вы озвучили, что меньше она не будет. Я правильно говорю? Я, конечно, да. Да. Теперь другой вопрос. На сегодняшний день, до сегодняшнего дня, хозяйство МАЭХ САРАН, которое сейчас реорганизовалось, уже за десятилетия за земельный налог ни одного рубля не поступало в бюджет муниципального образования Шиполинский район. Вот возникает вопрос. Вы, как хозяйство, мы понимаете, вот муниципальное образование, вот этот Чим Борисович, да, вот он не может найти средства, золотать там дырки, мы не можем найти, да, а вы владеете данной землей, ваше хозяйство, хоть и вы руководитель новый, вы не платите ни одного рубля в течение десятилетий. То под наукой там были освобождены, пятое, десятое, да. Но, опять же, вы посмотрите парадокс. Вы считаете, что крестьяне вам должны 500 рублей платить вашему хозяйству, а вы ни копейки не должны платить муниципальное образование Шиполинский район. Это как объяснить? Ну, цена в Шиполинском районе, вы хоть поинтересуйтесь, мы предлагаем по какой цене, 70-80 рублей крестьянам, цена нормальная, все, так вы бы, ну, я бы понял, если бы 100 рублей поставили. Вот, хотелось бы на этот вопрос получить ответ. И на сегодняшний день, скажите, сколько у вас поставлено на кадастровый учет земельного фонда, да, земли-сельскохозяйственного назначения, вот, но у меня цифры эти есть, если я не ошибаюсь, 34 369 гектаров, я правильно звучал? Нет, 527 земельных участков, общей площади, там, порядка 64 тысячи. Это общая, у вас площадь 67 355, общая эксорана. И вы уже на сегодняшний день поставили всю землю на кадастровый учет? Там, то, что лесной фонд остался, он как бы, с 47 участком вот так и остался. Лесной фонд 34 тысячи. 67 отнимаем, 34, что-то цифры-то совсем расходятся. Ну, 32, так сказать. Вот, вот я озвучил цифру, вот на сегодняшний день у нас данные есть, 34 369 гектаров. Из них вы должны уже только на будущий год будете платить налоги. У меня вопрос возникает, вы собираетесь за те годы платить налоги в бюджет муниципального района, за которые вы не платили? Нет, здесь надо индивидуально покажать вам год. Вот, и вопрос главный, что, какую бы цену выставить сельхозпроизводителям, нашим жителям, Шиболинского района, за скошенный гектар, один налоги гектар от рамы? Вот такие вопросы, подпишите, пожалуйста. Цена пока остается в уровне прошлого года. То, что обоснование цены, ну, давайте будем обосновывать, готовить расчеты, чтобы это было справедливо и понятно как для хозяйства, так и для сельхозтового ракета. Опять, если мы говорим о катастрофной стоимости, то, что крестьяне арендуют в муниципальном образовании, здесь надо понимать тоже, что на сегодняшний день земельный участок, условно говоря, целиком отмежован, грубо говоря, там 100 гектаров есть катастрофная стоимость. Но мы не можем увидеть, а сколько в этом земельном участке площадь сенокосов. Поэтому говорить тут о катастрофной стоимости, да, это имеет место быть, но здесь все-таки должно быть какое-то понимание все-таки инвентаризации, сельскостного значения, она не касалась актуально, не так осталась. То, что сейчас рассматриваем уже, муниципалитет направил по семейному участку, которые вошли в черту населенного. Тут, как бы, да, тоже, скорее всего, будет положительное принятое решение, потому что там люди уже построились, уже живут по нескольку лет, но тем не менее, как бы, не могут оформить. Мы это тоже прекрасно понимаем. Поэтому мы, как бы, стараемся все-таки идти навстречу и учитывать интересы местного населения, которое проживает в территории Казахстана. В продолжении, да, это и следующий вопрос, поправка к своему вопросу. Если бы вы хотите учитывать интересы, было бы справедливо, да, если бы вы, как ваше хозяйство, вернее, как добросовестный налогоплательщик, вы бы все года платили свой земельный налог и выставляли счет арендатором. Вот это было бы как бы вы справедливости сговорить. Вы сами, подождите, я закончу. Я закончу. Игорь Николаевич, я разрешите закончу. Вы не платите, я акцентирую еще раз, вы не платите ни копейки в бюджет муниципального образования, но вы устанавливают цену в пять раз дороже, чем муниципальное образование предоставляет своим зрителям. Вот здесь понимания никакого. Вот на сегодняшний день мы просто вас бросим реально подойти и цену реальную предложить нашим крестьянам. Не более 100 рублей. Это мое видение. Вот я высказываю свою точку зрения. Давайте будем обосновывать, экономическое обоснование, которые тех же 500 рублей или тех же 100 рублей, или это будет совершенно другая сумма. Совершенно другая может получиться сумма, потому что я не знаю, какая цифра стоит катастрофой стоимостью всего земельного участка. Очень много. Еще вопросы к коллеге. Ну и что вы теперь предлагаете вот с крестьянами? Как будете вы строить отношения? Нас результат интересует. С теми, которых вы выгоняете. Давайте будем смотреть документы. Какие документы? На основании чего было все предоставлено? Какие правовые основания? Если с сенокосами, понятно, годовой реализация урожая на корню. Они-то на каком основании занимаются? Ну, у них есть договор аренды, да? Ну, говорите сами. Договор аренды, он тоже там, такой спорный. Я его видел. Хотя в хозяйстве мы его у себя не нашли. Договор аренды с правом выкупа федерального имущества. То, что не нашли у вас, это ваши проблемы. Должно быть разрешение учредителя на передачу в аренду. Здесь вопросов-то много, понимаете? Готовы индивидуально с каждым работать, сотрудничать? Когда все переводится? Поступали деньги в кассу? Не поступали? Как расчет, не расчет был? Вопросов-то много. Главное, учредители... Федерального имущества не нужно обладать эту информацию. Готовы право обладать, но он нарешивает. Мы им право задавать себя. Ну, тогда, нет, ну что не говорится, давайте. Если есть вопрос, задайте, вот, Дмитрий Николаевич. Ну, как бы индивидуально с документами я думаю, прийти, можно отработать. Конечно, уже не отказываются. С руководителем, да? Сейчас там, я вам задать вопрос. Ну, а какой вопрос был? Ну, если на рассмотрение, ну, просто выдавление вы как бы высылаете, она же тоже своя как-то юридическая сила имеет. 30 дней. Это раз, как первый, получается, предупреждение уже получил. Хотите, будем разбираться. Есть надзорные у нас органы, которые вынесут, скажем так, правообоснованно, это было необоснованно, законодательно, правильно, неправильно. Я, так сказать, поймите, я не собственник, не владелец, собственник. А можно узнать, кто собственник? Российская Федерация. Российская Федерация. У нас только все это находится в пользу. Мы просто туда зашли не самовольно. Ну, это не... Вот вы, как бы, новый руководитель, я понимаю, что это не ваша вина. Но мы к вам заходили, заявление подавали на Синокосном годе. Но, как бы, разговора, ничего не было. Я был у вас, вы про это ничего не сказали. Но вы обещаете нам, что решите эту проблему, что людей не выгоните, где они живут больше 10 лет. Сергей Александрович, не знаешь, как поступать по закону. Сергей Александрович, Человеческий закон есть. Кроме... Ну, то есть, вы сейчас не можете ответить выгоните вы этих людей со своими... Ну, да, по дальнейшей судьбе я сейчас не готов. Вот так. Надо рассматривать. Продолжение следует... Пожалуйста. Борь, товарищи, конечно, для района это плохо. То, что мы сегодня вот такими данными раздаем, даем данные. Надо учитывать, все равно люди назад подосмотрели люди. Все равно они ходили с 20 тысяч хозяйством отработали. Вы знаете, как семейное хозяйство отнимать, ну, и в архивское хозяйство. И так начали зажимать эти люди, да? Ну, у нас оппозиция всегда была и будет, и она должна быть эта оппозиция. Надо человеческий фактор смотреть. Человек развивается, человек работает, хозяйство идет, налоги платит. Но как-то надо комбинентно подходить к людям, понимаете ли, нет? Мы все в этой жизни живем. Правильно? Один на два нам все я не спорю. Я согласен. И как человек, и как производственник, я прекрасно понимаю. Но у нас будет даже деньг, но у нас есть. Нельзя посмотреть, такой воздух, даже знаете, просто один человек. Поймите, как нож. Я не знаю, сегодня люди не владели. После этого придут и скажут. Давайте нормально. Ладно, хорошо. И район, это же район все равно, как сказать, вот только вы выдавили. Ныне залили, все пишут, про все республики можно было тогда подойти по-другому, по-другому, собрать, поговорить. Давайте по-человечески. Спасибо. Я почему бы не верю, что вы не можете оставить в пользование вот эти стоянки. Я говорю, я не верю, что вы не можете оставить в пользование их стоянки. Если бы захотели, мы бы оставили. Просто нужно нормально все сделать, как вы говорите. Не моя частная, не личная собственность. Я не имею права ей распоряжаться. Есть закон. Но хозяева выше через непонятное. Он управляет. Ну давайте тогда с хозяином будем разговаривать. С Барнаула пусть приезжает. Есть уровень субъекта разговаривать с хозяевами. Я сказал, через две недели освободиться. Приедет, да? Ну будем вызывать. Ну надо, мы должны решить этот вопрос. Мы не можем людей оставить в таком положении. Вопрос передачи муниципальной собственности. Да. До сих пор не решу. Еще вопросы? Нет вопросов. О передаче собственности муниципальной собственности. Передачи земель. Можно я выступлю? Подождите их. Подождите. Можно попросить? По передаче? 11 тысяч гектаров. Я сейчас слышу от вашего руководства о том, что какие-то земельные участки проходят дороги, и вы там не можете согласовать или еще что-то. Я вас приглашаю к себе в хозяйство в кабинет, где у меня карта раскрашенная в те земельные участки, которые планируются передачи муниципальной деятельности. Условно говоря, тогда мы 11 тысяч то, что планируется. Тогда мясной стоп в Мухорчерге это порядка 40% племенных головеев всей Российской Федерации практически сразу с обращением. Дойный, наверное, раза в два. Ну это смешно. Вообще стопки земли там. Давайте я вас приглашаю посмотреть мы там с вами общие классы 3 тысячи условных голов. Евгений Николаевич, на это количество агитар сколько голов вы можете цифры, пожалуйста. Обратите внимание на цифры. Хозяйство владеет общей площадью вместе с лесным фондом 67 тысяч. Понимаете? Очень много. 67 тысяч вместе с лесным фондом. Исходите из того, что из этих 67 земель сельхозного значения не больше 20 тысяч. Туда входят сенокосы, башни, в том числе это одно из крупнейших хозяйств, это по территории хозяйств, самое крупное на территории Шиболинского района. У нас есть хозяйства, которые гораздо меньше территории охватывают и держат скота не меньше того, что держит жабоэксаранов. Надо понимать вот это четко, надо понимать. И вот это уже понимать. А давайте мы сократим. А давайте это. Ну зачем нас тоже, понимаете? Есть нормы, есть все. Там достаточно всем. Если вы маленько подвинетесь, вот действительно, учтете мнение жителей Шиболинского района и будете действовать не как хозяин барин, а действительно как такой же житель Шиболинского района. И учтете, всем земли хватит там. Орех, черга очень большое, богато территорией. И на сегодняшний день, если по-честному подойти, вы ее на 50% не эксплуатируете. Вы все года отдавали людям в аренду за эту травму посиль, понимаете? Еще раз говорю, сами ни разу ни один год не платят налоги. И берете очень завышенную плату. Но давайте спуститесь на землю и передайте. Но надо действительно здесь, понимаете, подходить и включаться здесь. На этом уровне мы ничего не решим. Здесь уровень субъекта. Хозяин в Барнауле, значит, уровень субъекта исполнительной власти, муниципальный уровень. Вот здесь надо решать вопрос и подключаться депутатам в госсобрание. На самом деле это не решение не зависит от Боря Николаевича. Мы же сам и все понимаем. Ну давайте тогда к нашу району выслушим. Там у них просто есть такое. Они могут написать письмо о том, что они не против передачи земли. Они же ни одного письма не написали. Вот в чем за госсобране. Сколько совещаний у вас было в госсобрании? Ни одного письма только разговора. Хотя предыдущий руководитель конкретно заявлял, они передачи пищу мы отдадим сверху. Они же не согласны. Они там по своим писюмам пишут, втихаря нет. Вопросы еще. Пришли на эту землю. Николай, нету больше вопросов? Да нету. Чего пытать? Чего да. Не, ну подождите. Он кто передаст дальше? Чего передаст? Как передаст? Наше мнение, наше возражение. Пусть слушает человек. Нет, мы сейчас он уже слушал. Не надо защищать. Вот кого надо защищать. А я не защищаю их. У нас этот вопрос еще мы рассматриваем. Потому что он не решит ничего. Пусть передаст, ему скажут. Он директор. Какой директор? Он директор. Управляющий простой. Переподим рассмотрение того же самого первого просто пошло второй. А решение просто принято на связи. Общее. А у нас одно решение к двуму. для понимания процедуры сейчас речь идет не в передаче, а экспериментальное хозяйство должно отказаться в пользу. В пользу людей. муниципалитета. Согласен. Процедура такая они оказываются. Земля попадает в поздно Российской Федерации. Принимается еще одно решение о уровне предприятий, президентов по передаче земельного фонда либо на уровень субъекта, либо на уровень муниципального образования. Процедура такая. То есть напрямую они передали другу, не смогут. Ну так 11 лет уже решается. Да? Не синий. В 20 раз не синий. Вот во время. То, что в последнее время было сделано, я про проинформировал работа нашей рабочей группы. Кто туда входит, вы все знаете. Это в том числе и главных сельских поселений. Четырех сельских поселений, которые расположены на территории экспериментального хозяйства. Работу по уточнению границ провели. Поправили федеральную катаспору палату 328 запросов на предмет права собственности и разрешенной сельной категории земель. Ну и при получении ответов в связи составили перечень этих земельных участков. После получения ответов у нас были выявлены наложения на земельные участки. Отдел имущества у нас приезжал катастрою палату полностью. Сверяли, проверяли, просматривали все эти участки, которые сегодня находятся в пользу экспериментальным хозяйством. Когда начали наносить на карту, мы видели вот эти наложения. Вместе ввиду социальные объекты, скважины, водопашины, кладбища у нас находились на территории на федеральных землях. Также и вот эти жилые дома. Эти все участки мы видели и в разрезе качества поселения у нас получили 11 земельных участков площадью 400, более 400 гектаров из них одно кладбище находится у нас на территории 3-4 гектара. По точному поселению 8 земельных участков площадью 109 19 земельных участков площадью 300 и Чельгинском сельском поселении 7 земельных участков. Мы сформировали перечень, ну все получается 45 участков, сформировали перечень, также направили письмо в фанцию в мае месяце для дальнейшего рассмотрения вопросов. Ну и его не с сколь сам об этом говорил, тоже тестировано вопрос решать и подъявить. вопрос по итогам работы на ближайшее время. А то, что касается решений на федеральном уровне, Сергей здесь озвучил, глава у нас встречается, как по вопросу с министром науки и по результатам, конечно, он сообщил, и мы вас информацию увидим. Вопросы? вопросов. А то, что касается налогового обложения, вы сказали, да? Сейчас они с ноября, с октября 2020 года уже обязаны поверить их водительные налог. По предыдущему предприятию с руководителем налоговой службы наши встречались, они сейчас должны провести коммерческую проверку и тоже по результатам я вам информацию. Но если они действительно приедут, что налог не имеют оправленную налоговую базу, то, соответственно, они донатисты от этих налогов. Я думаю, что сегодня фанцы являются юридическим правоприемником современного хозяйства и несут юридическую ответственность за его решение. Вот такая предыдущая срок давности. Нет, мы в трехлетних год не могли выбрать. У меня в финансовом отделе тоже специально люди над этим работают. И в результате возможно даже привлекать специалистов со стороны для того, чтобы там они помогли им с изменением личности эту проблему решить. от главных отношений. Особенно сегодня есть постановление правительства РФ по санитарным зонам. У нас помимо кладбищ есть еще дискотом огибнений. Но есть вопросы. То есть мы обязаны определить санитарную зону вот этих объектов. Также поставить их на кадастров учете. Пока мы не решим вопрос по передаче земель. Решение обеспечения установления санитарной зоны на сто здесь сомкнулось очень много проблем именно передач что мы все заинтересованы что фасиром это может решить. И депутатами государственного собрания у всех санитарной режима работе санитарной депутатом 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 каждый раз вот эта проблема всплывает и каждый раз когда она всплывает мы начинаем работать и администрация у нас шевелится и совет депутатов и комиссия созывается время проходит все успокаивается то есть мы саму проблему не решаем понимаете она у нас уже больше 10 лет продолжается поэтому у меня большая просьба раз уж мы все сегодня взялись за это дело и депутаты и совет районной администрации и специалисты депутаты Ельку Рултай присоединяются к этой проблеме решение этой проблемы давайте доведем ее наконец до конца вот тогда нам действительно вернее это будет наш результат и тогда мы людям действительно поможем уже не будут они как изгоями у нас каждый год я уже не могу смотреть на Сергея Егоровича мы 8 лет сотрудничаем и 8 лет я этот вопрос поднимаю вы все знаете все знаете что я постоянно выступаю где надо где не надо и в Горноутайске мы проводили круглый стол и министерство сколько раз ездили и юристов мы привлекали но эта проблема у нас она остается давайте наконец решим это первое второе мы сегодня ведем речь только о 9 хозяйствах которые получили уведомления но у нас 9 сел еще вернее жители 9 сел остались без земли я сегодня разговариваю с людьми а вы почему почему не ставить эти вопросы да мы уже все устали да мы уже все нам все равно уже не дадут понимаете мы уже убили веру у людей в то что они когда-нибудь получат землю в то что они когда-нибудь будут держать хозяйство давайте вот эту проблему Ильич Борисович прямо доведем до конца понимаете сегодня это не только сельхозь земли но сегодня в Устье и в нас хозяйственном поселении дроп нет не будет в ближайшее время вот все взаимосвязано все взаимосвязано вот поэтому нам надо решить раз и навсегда закрыть эту тему чтобы больше не возвращаться у меня такое пожелание спасибо пожалуйста 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 здравствуйте коллеги приглашенный депутат и депутат и депутат и депутат я вот Егор Николаевич здесь немножко хотел историю что было почему люди так страдают и историю вот этой организации ИПР вот раньше было да в 80-е годы все было хорошо развод прошел после этого приватизации земли у нас приватизации не было потому что именно что она как научная организация считается мы остались без земли без поев куда нам сразу как бы разлететься чтобы другим чем-то заниматься мы все время работали на этом хозяйстве ну не я конечно старший дети так же привыкли к сельскому хозяйству вот и такой точно десятый год я открыл хозяйство я работой стоял боги заработчик потому что у нас хозяйство рабочие места сократило и работать негли а так просто куда-то уехать не решился и там не то что не решился в то время так было что работа нигде не было и пошла программа по всей России фонд трудоустройства здесь даже помню когда Ирчий Борис тогда был начальником экономического дела да да экономического дела он приходил мы там писали бизнес планы даже защищали чтобы открыть свое хозяйство что-то хочет дальше делать и вот разговор был Ирчим Борис тогда сказал мне я сразу хозяйство понимал что огромное хозяйство есть но земли нет я вот земля будет как мы дальше будем работать я уже потому что документ еще сделал все и Ирчий Борис сказал да будет но время проходит год прошел второй когда движения нет тогда я взял мы писали конечно заявление шибали но писали потом уже начали немножко подумали хозяин рост имущества мы начали рост имущество писать нам получали одни отписки вот только так как-то что-то получится немножко погодите потом я написал президент президент он так понял что письмо идет к нему он обратно пишет в республику а в республике вот мне письмо оригинал Министерства иных имущественных отношений это 16 ноября 12 года никто здесь она в конце пишет кроме того сообщаем что в настоящее время в связи с отказом ФБУ АЕСАРА отчасти земель в пользу муниципального образования Шибалиниска предлагают организовать христианские кремнические хозяйства и начать осуществлять сельско-садистные производства документы как-никак что мы не зря пришли и я так про себя тоже подумал потому что я не один был у нас в актерском поселении только около 17-18 хозяйств было тоже как я кто старше только младше тоже говорит вот сейчас фабунный там или кто-то КРС будет держать далее потом в 16-ом году уже вот крючка ждали тоже опять же такой хороший ответ по писали заявление сюда администрацию и имущественное просто имущество вот так же получали такие вот так и тогда проходили проходили потом в 16-ом году я уже плотно начал заниматься потому что мы туда уже письма везде где в республике кто может какие министерство имущественное отдел это вот да имущественное отдел рост имущества здесь вот может там дома пачка лежит чисто для архивов я его сохранял ответы получаются такие же вот министерство природных исследований опять в 16-ом году передаемые управляемые рост имущества они пишут такой общий кадарственный номер это 04-048 это общий массив 667 тысяч январь и там тоже так пишут таким образом решение вопроса о оформлении граждан земельных участков в районе земель участков кгут повесторам возможно только после образования земельных участков отказа от части земельных участков кгут передача земель семейных участков в униципальную собственность вопрос находится на На контроле. Дальше он 17-й голос начинает. Тот же ответ. На контроле. Уже я начал писать федеральное агентство. Территория управления... Здесь письмо. Просто имущество направляется в адрес территориального управления РФ РФ поручение 3 условия сохранения площади, исходящих из земельных участков с кадрским номером 0404-148 и соблюдение требований законодательства. Принять решение по образованию по 598 земельных участков из земельных участков с кадрским номером 0404-148. Далее. В 17-м году пришел нашему деклару запрос в МОШ-Шабанинский район для получения полной информации по итогам ответов со стороны администрации Шабанинского района. Готов оказать помощь в решении данного процесса. Видите, как много людям помогает? Обратился от МОШ-Шабанинского района. Далее. 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 В 15-м году правительство Республика в адрес Министерства экономического развития РФ было направлено письмо с просьбой оказать содействие и принять решение о передаче части неиспользованных ТУГУ. Это в 11-м году. По информации, предоставленной в 2016 году руководитель ТУГУ РУС-ТУМАЧАКОВ, земельный участок, закрепленный на право и постоянное бессрочное пользование за предприятие, предоставляет собой единое землепользование площадью 67, из которого в учебных разделах было слабировано 528 земельных участков, но в отношении которых не завершена процедура их образования земельных участков. В настоящее время стоят на кадастровом учете как временные объекты. Процедура образования земельных участков затягивается в связи длительного прохождения, документации у роста гущества без надлежащего оформления 528 земельных участков. Решение вопросов о передаче части площади муниципальной муниципальности преждевременно. Вот тут опять поручение есть. И вот, была встреча в 2017 году, 16 февраля, здесь в здании роста гущества. Присутствовали Сибирский ТУФОН, ПАНО, Россия, Колович Алексей Арсеньевич, территориальное прохождение имущества, ПГУ, Министерство сельского хозяйства, прокуратура республиканта, Министерство педагогических и экологических отношений, от муниципального образования, Царбаш Ишчин Борисович, Цимулёв, Айнуш Васильевна Семинова, Григорий Александрович, Андрея Ивановича Викторовна, Губина, Надежда Макадейна, ну и от инициативной группы граждан. Повестка дня предложения о принятии мероприятий. Решение Здесь решение Решили, собрали в конце ПГУ, ПОЕССА РАН, срок до 27 марта, Создать рабочий группу по активизации передачи земельных участков, неиспользованных ПГУ ПОЕССА. ПОЕССА РАН, тогда было уже решение по передаче. И последнее, у нас когда тоже, 26 января, пунктусная первого года, ой, 21 года, была встреча в шведеринском заседании. Здесь просто по срокам мы уже полностью спустит, мы как не пустили. За 7 дней надо было документацию подготовить, уже 14 дней уже отправить надо было. ПОЕССА РАН, но сейчас, как бы, результат написал. А теперь у нас кто должен быть? Ну, кто должен быть подготовить эти документы? Ну, первая документация идет от, ну, как я знаю, от Шибаринского района. Перечень документов. Да, перечень документов. За 7 дней они должны были был заходить. И за 14 дней уже отправить уже полный решенный пакет документов. Нас согласовали. То есть, руководство Шибаринского района не доработало. и тогда пусть ответьте, почему вовремя не сделано. Вот, очень высокая информация существовала. У меня все. Ну, на примере одного крестьянского хозяйства в протяжении 10 лет мы видим, да, как человек работает именно бьется в обживание называется. Давайте сейчас в режиме внесем этот момент в плане один бьется. Не, 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 не. Только направить руководству определяемое место по Панцеву потребуется, чтобы они в ходе вопросов задавали. Не слышу, Евгений Борисович, можно трогать, а? Вообще не слышно. Я предлагаю в решении включить вопрос обращения к руководству Панцеву там найти по статусу. И с требованием об ускорении вопроса отказов неиспользуемых земель по территории Чернисского Северного месяца экспериментального хозяйства. Решение включить и решение направить сессии. можно. Вы все слышали, да? Более 10-13 лет. Я не говорю за себя. Я за всех своих сельчан, которые уехали на север, я постоянно с ними переписываюсь. У нас имели вопрос, как там у людей как жить надо, своих детей растить. уехали, но люди все-таки беспокоятся. Но я так думаю и по Черге, и по Улосчерге. Потому что все, которые на уровне меня, возрасту, они все разъехались. Пока здоровье есть на севере, где они работают. Я даже не прошу, а требую в течение двух месяцев решить этот вопрос. ничего нет там. Мы Шиболинский район. Вот у нас Светлана Сергеевна говорит, как сезон начинается, а потом раз, никому не надо. А нам там выживать каждый день, бороться. Каждый сезон начинается и сенокотов проблемы. Я вам хочу очень лично задать вопрос. У меня к вам вопрос, я хочу вопрос поставить так. О взаимодействии законодательной власти и исполнительной. И высказать свою точку зрения. Вот давайте возьмем последнюю крайнюю комиссию по сельскому хозяйству. Значит мы решали вопросы по АЭК-Сарану и вопросы именно вывезли в повестку комиссии АЭК-Саран и совхоз оленеводцы. И ответ поставлены нами вопросы. Заместитель по сельскому хозяйству уехал в командировку, никому не сообщил, и даже председатель об этом только утром узнал. Вас тоже не было, понимаете? Я к чему сейчас говорю? Вот почему этот вопрос идет как снежный ком? Потому что у нас нет взаимодействия. Увы вот я сегодня как бы вот хочу это как бы акцентировать на это, что законодательной властью с нами, с депутатами все-таки надо считаться, понимаете? И если вопрос мы ставим, чтобы администрации ему все как положено в рамках регламента, в рамках устава, извещаем за 10 дней все как положено, ставим конкретные вопросы, и чтобы руководство района, значит, дало нам конкретный ответ, мы не получаем его. Вот поэтому у нас проблемы и накапливаются из года в год. Вот просто, значит, ну, хочется просто, понимаете, нормального сотрудничества, чтобы мы друг друга слышали, понимали, вели не монолог, а диалог, чтобы в процессе диалога, значит, все и вопросы рождаются и решаются. Вот я бы хотел вот на этом акцентировать, Евгений Борисович, ваше внимание, чтобы, когда мы работаем в совете депутатов, чтобы самое активное участие исполнительная власть сейчас принимала и все-таки прислушивалась к мнению депутата. Я говорю, вот, у нас и прокурор сейчас присутствует, понимаете, у нас все прописано в рамках регламента, устава, почему этого не происходит, почему нет взаимодействия между нами. Вот. Хочу на это акцентировать и попросить вас наладить вот эту и выстроить работу. И давайте все-таки, я надеюсь, в этом году нам закрыть надо этот вопрос. И вот он, Сергей Сарамов, который сегодня директор здесь, да, присутствует, управляющий, как он называется, приглашать руководство Барнаула, потому что выясняется, он самостоятельно ничего решить не может. Ничего решить не может. А здесь уровень муниципалитета и республики, региональный уровень. И вот я сейчас, вот знаете, провел небольшой анализ сегодня, вот буквально несвежую выписку Лариса Викторовна дала по земельным. И вот такой нюанс выявил. На сегодняшний день я все же считаю, я как бы заинтересован, что в бюджет района поступала копейка в виде земельного налога, да. Начал анализировать, смотрю, кадастровая стоимость, вот там написано, перевел, пересчитал, понимаете, кадастровая стоимость 3,5 тысячи гектаров в Чердинском аэхе, земли вот этих 34 тысяч, которые поставлены на кадастровый учет. Тем самым, я сам крестьянин и я знаю, у нас в Баргарском сельском поселении где-то ориентировочно кадастровая стоимость чуть меньше десяти тысяч, десять, десять девятьсот, вот сейчас я там в одном кадастровом номере смотрел, понимаете. Вот на этом факт надо обратить большое внимание. То есть я сейчас к чему говорю? Вот мы бьемся, у нас нету поступлений собственных средств, да, а вот судя по вот этой кадастровой стоимости, они будут платить в год по ставке 0,03 процента 3 миллиона 608 тысяч. Ну если взять даже по кадастровой стоимости Барагаша, да, это удаленность, чем ближе к это, тем дороже земля к центру, да, она дороже. Даже если берем по меркам Барагаша, то мы вот от этих тридцати четырех тысяч должны получать десять миллионов. Разница есть, есть существенная. я поэтому вот так думаю на ближайшей комиссии по сельскому хозяйству мы будем этот вопрос поднимать и отрабатывать. Все, спасибо. с этим. Закройчание принимается, а у меня еще вопрос есть? Есть, есть один вопрос, Берл. Борисович, сколько времени надо, чтобы решить вот эту проблему? а земля? первое, чтобы сейчас пока людей не трогали, чтобы они в этом году заготовили, А проблему решить, саму проблему до конца года? Сама проблема есть. Не могу сегодня отвечать за принятие решений в федеральном формате. Но мы сегодня все равно сроки должны установить какие-то. Хотя бы какие-то рамки установить. Но оно и для вас будет действовать, если мы установим. Контрольные сроки поставим для себя, чтобы как-то... Нам надо решить до конца года. Или, может, через каждые два месяца что-то будем собираться по этому вопросу. В каком формате? Подключайтесь, депутаты. Надо сроки ставить. Вы же видите, сколько лет? 12 лет уже. Чтобы передать, я еще раз говорю, за федеральные органы я решили... А взаимодействие с федеральными органами это ваше обязанность, Сергей Борисович. Мы же не можем идти взаимодействовать с ваше здоровье. У нас нет таких полномочий. Это ваше? Нет, полномочия такие же, как у вас. Нет, вы глава района. Хорошо. Еще вопросы. Если нет, я прошу обращения. Просто комиссию на 3 часа по земле назначил в Камлаке. Там тоже очень много вопросов по внутренней поселковой. У меня конфликтная ситуация тоже одна возникла. Надо просто там поприсутствовать и решить. Ну, у нас она глобальная, там у вас... Ну, у нас все вопросы глобальные. Мы стараемся все вопросы решить. Хорошо, спасибо. Вопросы еще есть? Вы без головы все, с Вися закрывается. Комментарий. Мастер, уходите от ответственности. Люди таланты, таланты. Решение у нас есть. Мы на депутатском с вами части рассматриваемся. Я сейчас слово предоставляю председателю постоянной фермистики, Светлого хозяйства, Евгений Николаевичу, зачитать данное решение, данный вопрос. Может, с учетом еще... Мне с места можно зачитать, да? Конечно. Мы еще, кстати, Ильич Борисович предложил внести или дополнить пунктам. Давайте я зачитаю, уважаемые коллеги, решение по данному вопросу. Заслушав информацию главы муниципального образования Шиболинского района, Сарба Шарчина Борисовича о состоянии дел по передаче 11 тысяч гектаров земельскохозяйственного назначения из федеральной собственности, муниципальной собственности, начальника отдела филиала Ореха Лепихова Егора Николаевича, ситуации по изъятию земель сельскохозяйственного назначения, находившейся в аренде у граждан, Совет депутатов района, Шиболинский район, решил первое, потребовать от главы муниципального образования Шиболинский район незамедлительно приостановить действия со стороны руководства Орех Саранов по изъятию сельскохозяйственных земель, находившейся в аренде у граждан. Далее, решить вопрос по передаче 11 тысяч гектаров земельскохозяйственного назначения из федеральной собственности, собственность муниципального образования Шиболинский район. Второе, направить обращение к главе Республики Алтай, председателю правительства Республики Алтай, Харафордину, с требованием решить вопрос о передаче 11 тысяч гектаров земельскохозяйственного назначения из федеральной собственности муниципального образования Шиболинский район. И сегодня еще третьим вопросом дополнительным, давайте вот это обращение внесем и ставим на голосование. Как звучит дополнительный вопрос? Как вы обещаете? Голосуем за то, чтобы дополнить пунктом решение, так? Да. Принято единогласно. Теперь в целом за все решение. Нет, по срокам, да. Решить вопрос, давайте до конца года будет решать, иначе это будет затягиваться бесконечно. Решить вопрос, а передачи, а сколько тысяч долларов? До первого ноября, или декабря 2021 года, до первого ноября. Или первого декабря срок установить, но не конец года. До выборов тогда? До выборов, конечно, до конца года это очень долго. Или до первого сентября давайте ставим? Вот до первого сентября, давайте, правильно. До первого сентября. Да, да, да. Три месяца есть. Да вот сегодня у нас счет четвертая, пятая? Три. Три месяца. Вот, Рома, три месяца до третьего сентября. Давайте третьего сентября, правильно. Три месяца, 90 дней. Нормально. Хорошо. Все согласны? Да, согласны. Все согласны? 3 сентября. Иначе что? Хорошо голосовать. Да, против, но воздержавство не принято или неогласно? Уважаемые коллеги, еще какие-то вопросы, дополнения? Все рассмотрели? Все запланированное? Что у нас еще? 26 сессия у меня очередная. Может, что-ли, заканчиваем? Я и скажу, мы закончили. А слово-то можно взять? После сессии обычно спрашивают. Есть дополнения. Как я сейчас проявляю? Прошу лучше. Да, извините. Уважаемые коллеги, хочется, знаете, что? Наверное, тот редкий случай, когда мы находим взаимопонимание. И особенно приятно сегодня, что мы все единогласно поддержали вот эту инициативу, которая касается туристических пластеров. Поэтому мы, как я председатель, по комиссии по сельскому хозяйству, экологии и природопользованию, они там инициировали, то есть отрабатывали, а инициаторами были все заинтересованные депутаты. И хочется сказать, поблагодарить, сказать спасибо и Ларисе Викторовне, что, значит, оперативно все это сработало, но надо отдать должное. Еще раз хочу уделить свое внимание, да, акцентировать общественникам. Вот сейчас, знаете, мне тот факт, как бы, маленько не понравился. У нас вот Соловей появился на ГДРК, Алтай, да, и как бы критикует наших общественников. Поэтому хочется сказать вот этому Соловью, да, там Соловей у него уровень больше, он стал улица в Италии, вот, а этот, наверное, стал улица вот на той турбазе, которая в Урл-Спаке, да, как она называется? Алтай-Резорт. Алтай-Резорт, наверное, так. Вот, поэтому, Аруна, хочется сказать вам огромное спасибо, что и общественникам, кто принимает вот это, то есть поднимает данную тему, огромное спасибо, действительно. Ну, и вот теперь, наверное, вот наступило время законодателям, то есть конкретно нам, вот, продвигать дальше вот данную тему. Так что мы на вашей стороне. Спасибо за внимание. Всего доброго. Спасибо. Сейчас Виктор Васильевич, пожалуйста. Всем доброго дня, коллеги. Коллеги, ну вот, знаете, что хочу сказать. У всех планы, да, борьба там с Аээх, с Баспером. Ну, чтобы вот эти все наши планы осуществились, надо жить. А чтобы жить, надо всем провокцинироваться. Мы живем в 2-м год условиях пандемии. Наши метрогонники проводят очень большую напряженную работу по вакцинации. Уже больше 2 тысяч человек приведены. Коллеги, я вас очень прошу, приведите с ним. Превращайте себя в топливо для калибра. Спасибо. Спасибо. Прошу. Разрешен, ответчик, я тебе. Да. Пожалуйста. Ну, ладно. У меня такой вопрос, что, уважаемые коллеги, я вот слушаю и всегда нам, конечно, поддерживаю и галерики, и всех. Ну, я тут, опять же, вот, мой коллега, Евгений Николаевич, он всегда очень правильный вот этот все вы, но себя, думаю, вот, в каком плане, ну, экологу, наоборот, все это, чтобы защитить, вот, в сегодняшний день. Я вот в одном имею в виду, каком плане, вот, железная дорога, да, в многих развитых странах железная дорога, она именно самая приятная. Я вот в китайцах, вот, у нас едут гамазы, 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 она все получается, экология нашей наоборот, потом. Уголь сколько стоит? В избисках, в избисках, в избисках, в 2700, шеваренок, в 60000. Евгений Николаевич, если поезд поедет, например, можем не так сделать, чтобы китайцам не было. Но поезд будет это. Нам, например, как ты говоришь, железная дорога, это именно нахмин. Ничего плохого не будет нахмин для республики. Почему? Мы же на поезде все можем привезти. Вот в сегодняшний день металл даже, а в Китай все равно же возят. Даром, вот, как вы говорите, ни налог не платят, орех идет, точно так же. Ну, может, здесь будет приемный пункт, и вот, как вы говорите, наш бюджет, они будут платить, они вот так мимо еды. Вот в этом отношении, я думаю, эта железная дорога, это абсолютно, я не знаю, нахмин. Ну, а моему, как бы сказать, эту, потому что, нет, это не вредит. Многие стараются, где бы им нахмин построили железные дороги. Царь, весь Кавказ, царь строит. Они до сих пор на этой железной дороге зарабатывают. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо всем коллеге за работу. Субтитры создавал DimaTorzok Сергей. 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 Сергей, не, не, не. Замок, пожалуйста. Сейчас мы получим комментарии от Сергея Якузекова, депутата, который столкнулся с тем, что сейчас вот как раз ему пришло уведомление о том, что необходимо покинуть незаконно используемый участок. Сергей. 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 Евгений Николаевич, скажите пару слов, пожалуйста. У нас сейчас идет прямая трансляция. Скажите, вы довольны сейчас работой сессии, которая прошла? Да, работа сессии удовлетворена. Прошла конструктивная работа, нашли взаимопонимание со всеми своими коллегами. Я думаю, мы будем продолжать в этом же ключе, потому что проблема, она всех нас объединяет. И не хочется оставить своим детям ту природу, в которой мы росли. Это самое главное, что еще интересует. А как вы думаете, глава действительно включится в работу? Мы так понимаем, что он достаточно долго, по крайней мере, вот этот вопрос с переводом земель занимается. Но может сейчас, наконец-то, будет какой-то результат? Вы знаете, хочется верить, я так скажу. Я не могу решать за главу, как он включил деньги. Вот я говорил, просто еще повторюсь. На сегодняшний день действительно наступает момент истины. Мы идем прямо и смотрим друг другу честно, либо мы исполняем чью-то более непонятную, чью большого бизнеса. Вот это самый главный вопрос. Еще такой вопрос. Недавно прошел такой очень серьезный прецедент, когда в Усть-Коксинском районе не продлили договор с Кулигином, когда депутаты выразили ему недоверие. Это было на последней сессии в Усть-Коксинском районе. Как вы думаете, сейчас возможен такой же итог с Ирчим Борисовичем как раз, с главой Шагалинского района? Вы знаете, в наше время все возможно. Весь вопрос будет в том, что в работе, в налаживании работы конструктивной. Если работы не будет, итог может быть точно такой же. Только в этом. Значит, здесь, вот я честно говорю, и я, конечно, исполнительной власти не нравится, когда им прямо в глаза все говоришь, да? Значит, и вот, ну, у меня, допустим, настрой вот такой, говорить все честно, как есть, значит, ну... Ну, потому что действительно время пришло, и люди уже по-другому относятся ко всему. Все, поэтому и люди уже действительно посмотрят и сделают вывод, как человек по делам, по конкретным делам. Вот действительно, вот все. Момент истины пришел, как говорит коллега Корнеев, да, депутат Чемальского района. Сегодня мы должны, вот каждый человек должен, и вот я делал аудиозапись, да, я говорю, сегодня должна быть законодательная власть и исполнительная, она должна свое слово сказать, исполнительная в лице всех глав поселения, они не должны отмалчиваться. Они избраны народом, они должны вот четко свою мысль озвучить. Вот, и глава района с народом, он или выполняет, вот, значит, те пожелания большого бизнеса, которые хотят нас, вот, обуздать наши, как говорится, права, свободу нашу. Мы должны жить своим хозяйством, развиваться. Да, никто не говорит нам туризм, но надо же его грамотно развивать. Вот я говорю, агротуризм, да, вот они, крестьяне, значит, реализуют свою продукцию. И когда нам дорогу как-то сделают, возьмите берег Катуни, да, сегодня нельзя никуда подъехать, значит, поэтому в этот срочно надо, как бы, вот, уже назрел вопрос, все, дальше некуда. Евгений Николаевич, мы вам выражаем от имени общественности тоже огромное спасибо, во-первых, за вот слова поддержки, а во-вторых, вот люди, которые смотрели трансляцию, они все тоже вам очень благодарны за то, что вы действительно говорите, поднимаете, говорите правду и поднимаете острые вопросы. А что это прямая трансляция? Это была прямая трансляция. Да, я не знал, но телефон снимает. Поэтому люди, да, тут комментировали, комментировали всю сессию, и вам они выражают огромную благодарность. Ну, спасибо. Спасибо вам большое. Мы будем стараться и работать. Хорошо, спасибо. 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 Так, сейчас постараемся поговорить с Сергеем Ягузековым. Наверное, уже на улице. Спасибо всем. Спасибо вам уже. Спасибо вам. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Так, сейчас выйдем на улицу. И здесь попробуем еще взять комментарий у людей. Было на самой сессии. На самой сессии сейчас было сказано о том, что достаточно большая сегодня была, так скажем, посещаемость. Да, то есть депутаты сегодня пришли, потому что вопрос стал острый. Я вам скажу так, что позавчера, когда мы приходили сюда главе вместе с жителями Шибалинского района, я думаю, глава понял всю серьезность ситуации. И потом уже после нашего похода, после прямой трансляции, которая была очень быстро распространена не только по Республике Алтай, но и по России, дала свой резонанс. В этот же день начались звонки от главы региона. Начались вот эти вот какие-то шаги по стабилизации этой ситуации, потому что, как вы видите, шаг за шагом, шаг за шагом раскрывается все то, что происходит в Республике Алтай в разных районах. И вот самое интересное, да, мы, живя в одной республике, порой не знаем, что происходит в другом районе. И вот такие вот освещения широкое таких событий дает положительный результат. То есть на протяжении этого месяца мы увидели, какая на самом деле запущенность в решении многих вопросов у нас в Республике существует огромная. И это, конечно, не в плюс главе, абсолютно не в плюс. И если еще вот этот вопрос не решится, и людей действительно выгонят с их участков, где они уже провели засев этих земель, то это, ну, уже окончательно даст, так скажем, повод, ну, просто начать уже инициативу, как я говорю, недоверие. Это, опять-таки, не мои слова, это слова тех людей, а простых жителей. Причем, я говорю, может быть, если где-то кто-то как-то сдерживает, да, говорит, ну, может быть, дадим шансы и так далее, и так далее, то сами простые люди уже, говорит, никаких шансов. Уже все, мы уже все видим, мы уже все понимаем. Это я вот вам рассказываю мнение людей. И вот, кстати, в комментариях сейчас при прямом эфире тоже такой вопрос стоял. Вот, ждем Сергея Ягузека, может, он даст комментарий. Если не даст сейчас прямой трансляции, то будем решать. Запишем, может быть, отдельным обращением. Сейчас мы подойдем к директору Алтайского сельского экспериментального хозяйства и попросим комментарий его. Девушка, да можете задать? Да, да. Давайте либо на расстоянии, либо я масочку наделаю. Да, пожалуйста, я вот на расстоянии буду. Вы прокурор, а вы директор, да? Созвонимся. Хорошо. Можно я сейчас вам задам? Спасибо. Вы, то есть, не хотите комментировать? Хорошо. Представьтесь, пожалуйста, и скажите свое мнение по той ситуации, которая сложилась. Прокурор Шабалинского района, Деревьягина, Саванимович. А что именно? Сегодня много вопросов. Конкретно по той земле, которая сейчас находится в федеральной собственности, и сейчас стоит вопрос по переводу в муниципальную собственность. Вы понимаете, что на сегодняшний момент это обсуждают, там не настолько все просто. Этот процесс, который происходил задолго до того, как мы все сюда даже пришли, как тут появились. И надо понимать, что длительное время, например, сегодня, об этом никто не вспомнил, но имелся, например, мораторий на реализацию имущества научных учреждений. Он был шестилетний, потом он продлевался. Соответственно, вот на сегодняшний момент... Кто накладывает мораторий? Президент. Президент накладывает мораторий. Ну, вопрос-то не в этом даже. Вы поймите, что на сегодняшний момент этот вопрос надо поднимать. И проблема эта стоит. Но пока не будет с той стороны добровольного отклика. Со стороны кого? Со стороны учреждения. Алтайского вот эту экспериментальную... Ну, она сейчас по-другому называется. Кратко ее называют, вонца теперь, она в Барнауле. Головной у них. Соответственно, собственность федеральная, земля у них. Пока вот отказа от них не будет, движения никакого не будет. И сроки муниципалитету можно ставить различные, но я, например, вижу, что работа эта ведется на постоянном состоянии. То есть вполне возможно, что они не откажутся от своих земель, будут наоборот писать о том, что им эти земли нет. Это не к моей компетентности относится вопрос. Нет, я поняла. То есть сейчас в этом вопрос. Откажутся они или нет? Вопрос в том, что дальнейшая передача возможна лишь в случае, когда откажется вот это предприятие. Как-то президент может повлиять на это? Я не знаю. Не моей компетенции отвечать на такие вопросы. Но мы просто хотим понять, кто может повлиять на этот вопрос. Или что может повлиять? Может быть, федеральное законодательство о том, что неиспользуемые земли обязаны передать? Да нет, это вопрос не федерального законодательства. Грубо говоря, можно тогда залазить к любому собственнику, независимо от ситуации. Это у нас сложное, а в другом регионе может быть обратное. Ну, компетенция – это федеральное учреждение, оно подведомственно Миноборнауке Российской Федерации. Ну, соответственно, предполагаю, что их компетенции относятся к решению из-за вопроса. То есть нужно будет туда обращаться, да? Я предполагаю, что те все-таки шаги, которые сейчас делает местное население, которые сегодня в том числе прозвучали, они помогут. Подтолкнут, да? Да. На вот скорейшее решение там вопроса, да? То есть все зависит от людей. Я на это надеюсь, потому что на сегодняшний момент, ну, там ряд же зацепляют муниципальных образований. Это Актельское сельское поселение, Чергинское, Улуз-Черга, Мухор-Черга, Рябовый тоже. Улуз-Черги большая проблема. Там на сегодня даже пове того, что вдруг население негде заготовить, именно возле Смолова-Черга. И все как бы по закону, да? Ну, мы проводили проверки нарушения действительных регистраций. То есть законы есть, мы проверили. То есть были бы основания со стороны прокуратуры, были бы приняты все миры реагирования. Проверки проводились неоднократно, законы, основания для принятия мир мечты. Хорошо, понятно. Спасибо вам огромное за комментарий. Сергей, извините, пожалуйста, можно ли мы у вас теперь комментарии просто долго-то ждали? Люди как бы... Вы что думаете по итогу сессии, по тем результатам, которые сейчас получились? Это бы... Результатов, конечно, не очень, можно так прямо, мягко сказать. Хотелось бы какой-то... Твердое слово, от главы. Ну, вот сколько лет вот эта часть пачки документов, писем, которые... Не считая заявлений, ничего. Это не я один. Это просто, может, я один, там, 10 больше ребят. А остальные ребята, которые тоже хотели работать, они ехали. Я уже говорил, что все равно как-то жить надо. Такой вопрос. А вот... Ну, то есть, получается, вы говорите, что нет результатов, что это каждый раз поднимается, каждый раз так и говорится, да? А итог, получается, 11 лет никаких движений. Вот с 17-го года это, как бы, мы начинали, потому что ездили. Вот когда я сам дебютатом встал, я тоже это постоянно в сессии, в комиссии. Вот Евгений Николаевич, ой, Евгений Николаевич вместе, как бы, постоянно собираем эти вопросы поднимаем. Потому что он каждый год начинается с одного. Как синдокос начинается у нас с вопроса. А у нас, знаете, возник такой вопрос, когда вы озвучили о том, что в свое время была возможность подготовить все документы и направить их на перевод, ну, для того, чтобы этот вопрос решился, и все завелось от муниципалитета. То есть, получается, муниципалитет не сработал? Ну, если ранее, как бы, заходить в письмах, в ответах от Министерства имущественных отношений, там говорится, что в одиннадцатом году уже поручение было по президенту, что они использованы, землю надо вводить в оборот именно сельхознодород, именно что муниципальное направление. И, как по моему, я дальше и говорил, что надо было в то время, как бы, правительству и району настаивать на этом. Но почему-то вот вопрос прям затянулся. И с семнадцатого года тоже решение, все-все-все было, а потом опять нет результата. Ну, вот здесь вот в комментариях писали о том, что для людей вот внешне прослеживается заинтересованность главы в том, чтобы эти земли как бы оставались, ну, в затягивании процесса, скажем так. Как вы думаете по этому поводу? Ну, я могу прямо сказать, конечно, если бы глава взялся бы, он мог решить его за год, ну, минимум за год. А это каждый год длится, вот что нету, вот как бы, что-то там, документы неправильные, это неправильные, это неправильные. То есть вы тоже, ваше мнение такое, да? И еще такой момент. Действительно, сейчас, оказывается, поднимается информация, что те земли экспериментального хозяйства, которые как раз, насчет которых стоит спор, да, и вообще, в принципе, все земли экспериментального хозяйства, они сейчас попадают под территорию туркластеров. Правильно? Ну, я по карте смотрел, вот, да, в чем у нас, депутат, у нас, нет, как бы, окончательного документа нету, но карта есть, что эти земли, как бы, аеховские земли полностью попадают. Там кто-то говорит, что Луччергинское поселение не входит в пуху, а тут, оказывается, даже вот Шибалицкое поселение, Дегтиекское поселение, они даже входят. Что говорить о аеховских территориях? А вот именно, что с нашей стороны, вот, именно актюрское поселение, оно очень близкое к Чемальскому району и Катуни. Я там, как бы, отсюда перейти туда, вот, с района района, это там, ну, километров три-четыре. Там же территория академии вот такая, аеховская территория, ну, которую мы хотим там. Как бы, нас выгоняют, мы, как бы, идем, кланяемся опять, как бы... Да, мы, местные жители, да, идем, кланяемся ежегодно, да, чтобы на своей земле нам дали землю. Ну, это страшно, конечно. Что, какую поддержку можно вам оказать? Скажите, пожалуйста, тут сейчас много людей, что можем мы сделать? Может быть, огласки придать на всю Россию вот эту ситуацию? Конечно, вот, именно что огласки. Мы не можем решить этот вопрос. Вот у меня единомышленники были, они даже устали, ушли. Я один остался, вот, моя семья. Сейчас нас выгоняет оттуда, выкорчевывает. А там вот два хозяйства. Те хозяйства, как бы, у них там, собственность и земля есть. А у нас вот, именно что вопрос, как бы, с аренды брали, то есть мы все здесь, так, сверху наложение. Вот, которые 52 с нас, выкорчевывают, тоже сверху наложение. Ну, там махинации, документации было. Потому что, как переданные земли, как можно вот сверху наложение сделать? Там же все равно законно учитывается, что здесь уже, как бы, она разграниченная территория, здесь уже занято. Хозяйство, как будто вот в Шибальне никто не знает. На защиту, вот, именно что, в Шибальне сколько обращались, в суд ходили, в суд, вот, именно что, как бы, попросили, там, юрист, или нет, по 86 гектаров. Потому что мы взяли в аренду именно в Шибальне. А на него сверху наложение. Это, как бы, исправили, там, вроде бы, ничего такого нет. Но собственник не защищает, как бы, свои интересы, ну, и интересы, как бы, вот, и мечтать. Получается, Шибальнский район не защищает свои интересы. Ну, в суде так было. Один раз пришел юрист, а потом больше не подозревали. Мы сами, как бы, там, длились, но без изменения что-то стоило. Ну, вот, сейчас мы разговаривали с прокурором, он сказал прям прямым текстом, что данный вопрос в большей степени решится только если будет общественное, такое возмущение, общественная позиция, которая, ну, просто заставит, наконец, муниципальную власть, власть региона работать. Но, вот, как бы сказать, я свое мнение просто скажу. Вот, есть муниципалитет, есть вот эта организация АЭФ. Можно же как-то договориться, то, вот, даже, хотя бы, вот, сейчас ситуация до сенокосной будет. Ну, как, до сенокосной уборки сена. Что, как бы, люди пришли, просто, ну, там, аренды или что, договорились. Почему, вот, там же глава может договориться с ними, как-то можно же делать. Почему, вот, через сессию проводить, это все вопрос прям, почему, так, как будто мы здесь, как бы, не граждане России, получается, как будто изгои мы. Всю жизнь там прожили, сейчас ходишь, вот, просишь у всех землю дайте, там я это вот заплачу. Ну, было бы, что как-то мы не платили бы, чтобы делали аренду. Все, как бы, закончилось. Да, мы сейчас слышали, какая сумма, да, по сравнению с арендой муниципалитета, которая выставляется. Там муниципалитет платит 80 рублей, нужно платить, а тут, получается, вас выставляют 500 рублей за гектар. И еще, я так поняла из слов директора, что еще и будет повышаться аренда. Ну, там солярка, что-то. Да, все будет высчитываться. Смысл, то, что вот аренду взяли, заплатили, да, вот, можно ли как-то регулировать этот вопрос, что, ну, каждый год, ну, как на пороховой бочке, как уборки сегодня, куда деваться иметь, все бросить, и столько лет труда туда вложили. Спасибо, Сергей, вам большое. Мы будем вас обязательно поддерживать, и люди вас поддержат. Я думаю, справедливость восторжествует. Все, всего доброго. Вот, друзья, сейчас отключаемся, прямую трансляцию. Будем следить за новостями, и, конечно, всех призываю про эту ситуацию рассказать. У кого есть возможность выходить на какие-то российские каналы, тоже предлагайте, пожалуйста, и эту тематику по спасению Алтая, по защите жителей Шибалинского района.